добрый день уважаемые подписчики моего канала то есть добрый вечер то что закончилась большая пресс-конференция владимира путина прошла 14 декабря 23 года и я этой пресс-конференции недоволен я просто зол на власть и честно говоря я путина но не ожидал такого слабого выступления то есть давайте вам напомню ежегодное вот это выступление проходит только во время к вида его не было не буду объяснять почему а вот сейчас оно прошло и каждый год оно проходит и туда приглашаются журналисты и русские и иностранные и путин выбирает то есть не он выбирает это ряд вопросов из телефонов из-за видеообращений и дают конечно же удобные вопросы владимир путину ответить но все-таки два вопроса неудобно владимир путину задали это по моему если не ошибаюсь бабушка сказала в мелок извините мне маленькая пенсия вы именам типа индексируйте она курицу и мясо цена поднимается как так быть ну путин сослался на тарифы туда-сюда толком ничего толком нормально не объяснил как я так понял ну типа типа терпите и все остальное выходит так что ли да этом переговорю и все остальное потом также по гжф жкх задали вопрос а растут тарифы туда-сюда как так нам пенсии вы проиндексировали а потом бамс и и такая но что будут тарифы дорожать тоже пить путина цифру спустился типа туда-сюда и все остальное то есть сел в лужу могут так я тоже задаю вопрос а зачем нам прибавлять пенсию и зарплату если все равно вырастут цены на эти но он определенные товары и мы и как говорится что нам прибавили что нам не прибавили уходит так и то есть действительно по заслугу критика в адрес владимира путина было да там было много положительных вещей пусть ему аплодировали он говорил неплохие вещи ничего не спорю чем мне недовольство было там сейчас вам попытаюсь объяснить на ручках час ну что могу сказать первую очередь я от путина ожидал вот что увидеть посмотрите на своих глазах конституция россии вот у нас стоит в конституции российской федерации запрет на государственную идеологию кстати об этом говорят очень часто бастрыкин говорил о запрете на государственную идеологию еще летом если не ошибаюсь еще и много лет назад говорил что нужно конституцию менять на запрет государственной идеологии надо вычеркивать из конституции это было сказано было в день 12 числа и медведи говорил что нам не надо иметь конституцию матвегенко сказала что вы что совсем нам идеологию вообще не нужно возвращать что путина об этом не знаешь его помощники такие вещи говорят ну и уверен знает иначе то он их поддерживает вопрос я чего я конечно знал догадывался что не будут полномасштабные вопросы задаваться владимиру путину специально попросить журналистов не задавая вопросы про конституцию и задавая там удобненькие вопросы хотят два неудобные вопросы задали не журналисты а люди спасибо им вот я ожидал я хотел чтобы слышать от владимира путина чтобы он объявил конституционную реформу вот видите перед вашими глазами картинка она будет до конца ролика присутствовать учите статью конституцию вообще учить им отчасти чтобы вы понимали где мы живем мы живем в колонии хотя путина усмехался что европа не суверенна я хотел бы напомнить путину что россия тоже не является суверенными суверенным государством 91 года а с 93 года юридически мы колонией являемся почему путина от этого об этом скрывает от наших граждан я не знаю федоров три горло кричит каждый день мы колония которые депутат государственной думы и которые руководит по движениям нот нотовцы также говорят мы колония путин считаешь мы не колония статья 13 пункт 2 запрет на государственную диалогию мне в интервью катасонов говорил доктор экономической наук если стоит запрет на государственную диалогию мы уже не являемся суверенным государством об этом также считает и к федоров и многие многие идеи ну не все конечно некоторые статья 15.4 приоритет международного права над законами россии тоже путин об этом промолчал запрет нравственную цензуру сми его это тоже устраивает задавали ему экономические вопросы а почему путин молчит о том что у нас центральный банк цб который управляет набиулина там сидит главой центрального банка не является государственным банком почему об этом путин молчит почему он молчит честно говоря я разочарован это большой пресс-конференции я считаю что он лучше бы вообще бы путин ее не давал ну что процент опять при седру сайте я приглашаю своих друзей говорится да накрываем поляну и просто пьем чай и рассуждаем вот что произошло сегодня извините меня это не устраивает и вообще знаете я еще раз убедился что народу видимо тоже плевать в каком государстве жира если они не задают нормальные вопросы почему вы судьбу народ не вот я понимаю что цена там на мясо растет тарифы на жкх растет а почему вы не говорите путину не сдаете вопрос что надо менять вот эту колониальную конституцию а почему вы это молчите не говорите народ почему вы не говорите на пусть вопрос а вы же обещали не поднимать пенсионного возраста подняли я понимаю что у вас за мвф поднять попросил это сделать но мы сейчас испорчено у нас отношение западом верните нам обратный возраст пенсии об этом народ молчит то есть может такие были вопросы просто путину не хотят докладывать да и вот что и самое интересное помните пугачёва приезжала в россию недавно да да много поездок сюда в россию делал последнее время а самое последнее помните как но не самый последний предпоследний где песков пресс-секретарь путина на колени стоял ручку целовал али пугачёве вся россия за это критиковала пескова что он творит а мы наблюдаем сегодня братство между путиным и песков он его по имени называл фамильярничал с песковым дима дима он там по моему еще милый как так он сказал по-дружески и еще раз вижу сделал вывод что путин хороших отношений с песковым а помните многие люди задавали вопрос еще помню старику на и в при этом в прямом эфире во почему путин не убирает пескова песков многие критикуют даже кадыров потому что не друзья а почему не друзья может у них совместный бизнес мы не знаем лучше мы видим все кто находится около путина путин их одобряет медведев недавно заявил нам конституцию менять не надо читать надо менять что-то федоров об этом молчит что сказал медведев то есть делаем вывод путину не хочет менять конституцию хотел бы объявил бы конституционную реформу прямо сегодня а я сразу вам скажу не будет путин объявлять никаких реформ до выборов потому что если он будет положительную реформу объявлять его просто завтра уберут уберет та же элита с песком вот и все и я уверен и после выборов пока что-то гром не грянет никаких реформ нам не видать делаю вывод я скорее всего за путина голосовать не буду да он подчеркнул он подтвердил что идет на президентские выборы я буду голосовать за сталина я приду достану бюллетень всех перечеркнул и напишу ра возвращайте мне сталина поэтому я за путина голосовать не буду буду голосовать за сталина если такой человек появится на российской федерации до выборов я за него буду голосовать не появится приду в избирательную комиссию перечеркнул и напишу за сталина я свой выбор сделал потому что я в путине разочаровался я сам объясню в международной политике не устраивает политика владимира путина я разочаровался в политике внутри страны чем я разочаровался путина пустил чубайса а раз не проводит конституционную реформу 2 не убирает набиулина с главы центрального банка 3 не реформирует центральный банк в государственный банк это 4 нету чисток олигархов то есть я хочу чтобы олигархический строй ушел из россии это 5 6 хочу чистки 37 года их тоже нет естественно у властных структурах оси и мы видим еще раз я усил не убедился что путин полностью поддерживает пескова матвиенко медведева если они с ним работают все нормально он еще улыбался смеяться то есть вы по отношению то есть у путина хорошее приподнятное настроение к новогодним праздникам а кто знает может и в тех ряда и американское жидко праздновать я разочарован ребята я разочарован и имея право разочароваться потому что я я когда слышал прошу прес conférence сидят с надеждой дома вот сейчас что-то он объявит ничего не объявил да вообще-то журналистами наши общаются они там ничего не объявлять это когда бывать конференций во кто ну совет федерации там может реформу толкануть тоже не толкает после посредни когда была в этом году конференция по моему в этом году была до в начале года было конференции Владимира Путина к Совету Федерации, я ждал полномасштабных реформ. Нету. Нету. Ну, что могу сказать? Я разочарован политикой Владимира Путина внутри страны. Я считаю, что России нужен новый государь. И с таким характером, как Сталин. Ну, либо Путин превращается в Сталина, либо наступит время, когда придет другой человек. Ну, я анализирую. Почему я так анализирую? Потому что если Путин не хочет перемен, значит мы будем ждать, когда Путин состарится и уйдет. И придет на его место другой человек, который будет реформатором. Я делаю вывод, что Путин не реформатор. Походу он пришел ломать англосаксскую систему, а обстраивать ее будет совершенно другой человек. Это мое личное мнение. В итоге я разочарован пресс-конференцией. Ничего там путного я не услышал. Только одно хиха-ха и все, типа, у нас хорошо. А когда начали Путину задавать серьезные вопросы, Путин начал просто ссылаться на цифры. Да ему сказать нечего. Он говорил вот так вот, знаете, типа, я поговорю вот так вот, знаете, так, извините, государь не должен говорить. Он должен говорить, если ему вообще такие вопросы ему и задавать не должны, потому что в стране должен быть полный порядок. А если уж задали, Путин должен насторожиться, позвать прокурора, тут же в эфире и сказать, возбудите уголовное дело, расследовать. Почему это, да и как. Оказывается, Путин сам-то считает, что нормально. Он ссылается цифрами, то, что ему Минфин дает, типа, у нас все растет, все нормально. Ребята, ничего у нас не растет. Нам станок все-таки кинули, что нам еще раз хлебовать придется. Ничего у нас не растет. У нас, вы на убытке лучше расскажите. У нас растет маленькими темпами. Тем более Владимир Путина, я за язык не тянул. Он много лет тому назад говорил, что Россия должна стать вели пятой страной в экономике и экономикой мира. А я не вижу, что мы стали пятой страной экономикой мира. И не станем никогда, пока Центральный банк, 75-й пункт 2, не подконтрольность Центрального банка России. Пока не подконтрольны государства. Вот и все. И давайте сравним, как Сталин говорил в свое время. Он никогда не говорил, а, ну, да, я поговорю. Он стучал кулаком по столу и звал этого человека. И могли этого человека, пока он ушел к нему по пути арестовать и отправить куда надо. Вот так вот начальнички головой отвечали за неверное сказанное слово государю. Вот это был государь. Владимир Путин очень мягкий президент. Очень мягкий президент. Мне даже в свое время один из подписчиков написал, Сталин был злой, а Путин мягкий, добрый. Действительно, пора. Нам нужен государь жесткий, как Сталин. Вот знаете, в чем проблема в России? Нет у нас царя. Нет у нас царя. У нас мягкий Путин. А в те годы были жесткие Сталин. Жесткий Николай, жесткая была Николая, жесткий это был у нас. Многие правители были жесткие. Екатерина Вторая, Петр Первый, поэтому Иван Грозный. Поэтому при них были большие реформы. Потому что они жестко себе вели. Но Путин мягкий. Нету припущения реформы. Он когда приходил заменять Ельцина вернее, то да, он нам казалось, что он нормально. Извините, сейчас другие времена стали. Мы прошли вот эту эпоху Ельциновскую. Сейчас нам нужен новый подъем. Видимо, не хватает сил у Путина сделать второй рывок. Первый рывок он сделал. Поднял уровень жизни с 90 годов. А теперь надо поднимать дальше. Преодолевать сложности и выходить на суверенитет. А Путин вообще не говорит о колональности. Я с ним был удивлен, когда он сказал, что в Европе нет суверенитета. Но он забывается напомнить гражданам нашей страны, что у нас нет суверенитета. Как может быть суверенна государство России, если мы экономику не контролируем свою? И запрет на государственную диалогию. И плюс приоритет международного права законами России. И у нас долларовая экономика. Делаем вывод, мы не суверенны. Просто Путин подручным управлением управляет. И вообще у нас власти являются олигархи. Но Путин боится их трогать. Вот и все. Делаем вывод, посмотрите, как он с Песковым общался. Братки, Дима, туда-сюда. Да, я очень разочарован. Очень разочарован. И походу так и будет дальше. Я сказал свое личное мнение. Спасибо, что вы меня